итак поздравляю всех с наступающим новым годом значит что я могу сказать про проходящий уже год то что он достаточно был для меня продуктивный по крайней мере то что впервые с 2011 года я сумел записать аж целых два обзора и даже целый спешл и даже вот сегодня уже второй такой спешл именно новогодний выпуск как я обещал для передачи ретромания но прежде чем поговорить об игре о которой мы сегодня хочу на которой я сегодня хотел сделать обзор я вот собственно что хотел сказать значит после моего обзора на игру князь 2 кровь титанов я устроил у тебя в группе вконтакте и на форум freedoplanet.ru обзоры точнее как бы сказать голосование именно для отбора игры на следующий обзор вот значит собственно как вы видите по скриншотам именно вот какие игры в него собственно входят и пока что лидирует в основном две игры как я обещал что если значит как бы две игры наберут принципе одинаковое количество голосов я сделал обзор на обе эти игры и пока что как бы у нас лидирует именно mortal kombat 3 плюс motor kombat трилоджи для первой playstation а также и такая игра как постмортим ну собственно что такое motor kombat надо рассказывать никому не надо а вот все таки про постмортим я так вкратце и чуть-чуть упомяну мистический такой именно детективный квест действие которое происходит в париже двадцатых годов но и честно скажу игрушка была очень атмосферный мне она очень понравилась это одна даже из немногих игр скажем так в которой можно сказать я жил ну как сказать как же эти два дня что я проходил если так можно назвать жизнью но она начинает меня вот именно глубоко погрузила в саму игру то есть за газом максерсон а главным персонажем этой игры вот я как бы так очень злостно как бы вот не знаю даже как то вот скажем так вжился в него играя в эту игру то есть там не на погружении в игру она очень большое было вот но это так скажем так я просто поделился как и кое-какими своими впечатлениями об этой игре потому что сожалению знают ее не так много людей как хотелось бы а играть на очень хорошая вот я надеюсь что в дальнейшем когда уже голосование закончится закончится она ну где-то после новогодних праздников я надеюсь что эта игра так и останется в лидерах и все-таки я на нее обзор запилю вот но значит и еще конечно да все таки я хотел сделать обзор ну я уже как бы не знаю как это все таки будет наглядно выглядеть на принципе игры серии князь то есть все таки я надеюсь что когда-нибудь я запилю обзор на первую часть при условии того что уже что-то вдруг как-то так они народ вспомнил тоже начал делать потихонечку обзор я уже вот так по ютубу посмотрел кто-то там уже что-то как бы пытается но в общем я все таки надеюсь что я именно свой конкретный обзор на эту игру сделаю вот а именно конкретно сегодня конечно же мы будем рассматривать как бы как это даже так сказать именно демоверсию есть так можно это назвать то есть именно демоверсию игры то есть я даже может быть не знаю как-то или в рамках ретромании или игры с распродаж или просто буду делать на отдельную даже уже программу третью именно посвященную обзору демоверсии на различные игры но как бы вот сегодня в честь как бы нового года такой решил сделать именно обзор с play на такую игру как half-life uplink то есть ну это в принципе демоверсия первого half-life а с одним только но это именно демоверсия включающая в себя 3 ну то есть эпизод то есть в принципе три карты вырезанные из оригинального half-life а и не вошедшие финальную версию то есть чем собственно она как бы интересно то есть скажем так это уже скажем так своеобразный такой дон был half-life то есть вот вырезанный целый эпизод и мы сегодня посмотрим принципе до этого half-life уже как минимум было было так называемым были всякие там альфа бета версии которых мы даже касаться не будем было и так называемая демоверсия day one то есть где в принципе такая достаточно но но надо даже если не треть то четверть игры точно содержалась вот именно с того момента до тех пор пока вот фримен первый раз не выходит на поверхность скажем так это именно тот эпизод когда он доходит вот до уже битвы с десантниками и вот тогда первый раз когда поднимается партиш на лифте вот тогда игра заканчивалась самое что даже интересное почему про это упомянул что даже как каким-то любителям когда ивану даже была сделана такая скажем так модификация которая продолжала альтернативное развитие событий то есть вот именно тот тот самый эпизод когда тот фримен поднимается на поверхность и дальше все шло скажем так по-другому то есть он просто дорисовал так называемый ну сделал так называемый миссинг пак даже не знаю как лучше это назвать то есть посвященный именно продолжению до ивана то есть альтернативному вот ну в принципе так мне на самом деле вот штучку было так интересно скажем так поиграть вот то есть такая достаточно занятная была вещь если может как-нибудь ее найду сделаю на нее ну не знаю обзор что ли вот этого мода потому что достаточно интересный а ну а именно half life uplink познакомился я с ним где-то надо в году начале 2003 мне тогда чисто случайно достался как-то через эти руки диск от по моему страны игр где значит были демоверсии различных игр и в том числе вот был half life uplink то есть я его поставил думал что это просто демоверсия half и но выяснилось что это скажем так нечто большее кстати у меня потерялся но вот с сайта агару я в общем то скачал именно демоверсию аплинга и вот сейчас мы посмотрим что это такое значит в самом начале нам показывают ролик где собственно показаны сиера вальве кто как бы в общем делал издавал эту игру а также все скажем так оценки как и она получила от различных игровых сайтов и издательств и все это под музыку конечно из оригинального саундтрека к half life у первой части ну вот собственно давайте тогда досмотрим ролик до конца как видим меню оно в принципе почти такое же как и в обычных half life только пометочка game of the e-edition и вот собственно сейчас в действие вступает сам эпизод и вот и вот и вот собственно как видим я установил на саму демоверсию скажем так специальные проапгрейдившие модели патч от гиробокса вот и играл в принципе я с ним и и ну а завязка самого эпизода идет именно с того что значит фриман вам заходит если я не изменяет мне конечно памяти вот этот как раз в лямбда бункер и он забрикадируется весь и значит ученый который там находится говорит что значит открыть двери значит нужно идти на поверхность и активировать там какой-то спутник ну и фриман значит садится в лифт поднимается и значит начинает выбираться оттуда в т в в в не буду пока и рисковать барни Вот два две десантники. Продолжение следует... 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 спасать я не буду хорошо что сохранился там пока десантники разбираются с ксеном перебьем всех остальных я немножечко поправил здоровье и по всему это был полевой госпиталь вот тут скажем так путем скажем так сэкономия и здоровье боеприпасы сейчас я покажу к сожалению испанулся я опять незадолго до этого забыли чуть-чуть я быстро перестаряю посадников там делся то а вот так где ну че ничего что Продолжение следует... 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 Блин, господи, блин, откуда ты вылез-то? У меня обсечек, блин, ничего. Забавно. Опять, это крабы. Так, вот чё там, там ничего. Всё. Куда мне теперь-то ползти-то и идти-то? Вот. Блять, хоть крабы. Что-то осталось. Теперь надо брать артечка. Это хорошо. Так, ну вот мы вернулись на вторую карту. Там всё идёт борьба десантников с сеансами. Так, сохранюсь-ка я. Так. Так. Так, ну голоса я по-прежнему слышу. Интересно, где тут они вообще ещё бегают-то? Так. Никого. Никого. Так. Так. Судя по всему, надо опять будет перепрыгивать. А, только она так могла открыться. Так. Так. Вот это рамо. Барни. А, вкратце она. К сожалению, Барни походу хана, но уже переигрывать этот эпизод, чтобы его спасти я не буду. Продолжение следует. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, вот, а воспоказание нам, вот, собственно, выкидывают, скажем так, такую интернет-страничку, где, собственно, идет все описание Half-Life'а. Вот, ну и что я могу за себя, собственно, добавить к вышесказанному, собственно, вы сами видели, что из себя все-таки представляет, да, Half-Life'а, блин, то есть, по мне это, ну, даже, даже, на самом деле, даже было очень интересно, по причине того, что, как я уже сказал, то была не совсем демо-версия, ну, или то, что мы обычно подразумеваем, как бы этим, так скажем так, словом. То есть, ну, вот тогда, в 2003 году, мне было, вот, например, очень интересно это пройти, эту игру, то есть, я даже считаю, что она, как бы, так скажем, вообще отдельный эдон, даже, насколько я знаю, ходили слухи, то, что ее сделают в Steam'е, как дополнение, ну, вот, я не знаю, сделали ее там, как бы так и не сделали, но, по крайней мере, собирались. Ну, а я поздравляю всех с Новым Годом, и напоминаю, что голосование идет, собственно, и у меня в группе, и, значит, на форум freedoplanet.ru, так что, как бы, голосуйте за понравившуюся вам игру, и я сделаю на нее обзор. С вами был Барин, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok